Особная премия за лепшую распроцовку и достигнение выника у сферы экономии и бережливости присуджена Алексею Капанскому. Молодой ученый – асистент кафедры электрозабеспечения. Звычайно, он занятый выкладческой деятельностью, но сейчас – в период магистрских экзаменов. Тамовольного часу крыху больше, Алексей за готовностью делится выниками доследования. Кабьяны отримались грунтовыми и досконалами, довелось провести науково-практичную работу на трех водоканалах – у Гомеле, Жлобине и Витебску. Лазили в каждую скважину, подключали приборы, проводили инструментальные измерения фактических затрат энергии каждого насосного агрегата, определяли объем воды, который может насос поднять, и, применяя некоторый математический аппарат, разработали определенную систему критериев, которая позволила оценить резервы экономии электроэнергии при включении определенного насосного агрегата. То есть мы, по сути говоря, сформировали определенный перечень насосных агрегатов с самой высокой энергоэффективностью работы. Лилия Шукина, выкладчик экономичных дисциплин, в детинстве марила стать наставницей математики, але потом вырешила займаться навукой и не шкодуя, а в своей праце рассказывая натхнена, что тыжится прэмии, то гэта сваясаблевый рэванш. Год тому девчина так само удельничала у конкурсе, але перемахча не отрымалася. Тому зараз рады удвоя. Доследование Лилии Шукиной присвечено экономичному обгрунтованию перспективности органичного землеробства. Тема обмерковывается во всем свете. Не засталась у Баку и Беларусь. У Минской области уже иснуе вопытный участок по выросшиванию органичной продукции. Почали из рослиноводства. Рослиноводская продукция является на первом этапе наиболее выгодной, потому что если рассматривать животноводческую отрасль, то необходимо значительные финансовые вложения, поскольку надо не только животных оберегать, но и необходимо будет все фермерские помещения подвергать реконструкции. Поскольку, ну, как бы такой пример, что животные, выращенные по принципам органического сельского хозяйства, должны непосредственно гулять на улице. Им включают музыку. Нагадаю, переможцы отримают премии Гомельского облаконкама. Амаль – 1400 рублей. Церемония узнагородживания запланована на конец студене и будет примиркована до дня белорусской науки. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, Телера, до компании Гомель.